В маленьком тихом городке в Турции жила красивая и очень умная немецкая овчарка по имени Аксель. Он был очень хорош, и ему нравилось, когда его видели по соседству. Когда женщина выводила его на прогулку, люди часто останавливали и гладили его. Но однажды по странной причине эти спокойные прогулки изменились. Однажды вечером, когда Ирена выгуливала свою собаку, Аксель внезапно остановился в нескольких магазинах от мясной лавки. Он начал лаять, его внимание было приковано к люку. Лаял так громко, что люди поблизости пугались. Ирена не понимала, почему ее немецкая овчарка вела себя так странно. Он все лаял и лаял на овраг и отказывался двигаться и двигаться дальше. После многих попыток заставить его ходить, Аксель наконец последовал за своим хозяином и оставил овраг позади. Ирена почувствовала облегчение и была счастлива, что ее собака вернулась к нормальной жизни. После этого случая они пошли домой. Ирена продолжала беспокоиться о необычном поведении своей собаки. Она рассказала своему мужу Ронни, что произошло. Не будучи там, он не мог представить, насколько шокирующим должно быть его поведение. Он сказал Ирине не волноваться. Аксель, вероятно, увидел в люке маленького грызуна и слишком обрадовался. Этот ответ не очень удовлетворил Ирену. Но она все еще чувствовала, что должна отпустить ситуацию, и больше не думала о ситуации. На следующее утро они снова пошли гулять по окрестностям. На этот раз Ирена уделила особое внимание, так как они прошли один и тот же водосток. На этот раз собака не залаяла. Вместо этого он сидел посреди улицы рядом с канализацией. Несколько минут он смотрел в канализацию, не двигаясь ни на дюйм. Ирена в очередной раз была поражена странным поведением своей собаки. Она попыталась заглянуть в канализацию с того места, где стояла, но ничего не увидела. После того, как она заставила Акселя встать, они отправились домой. Такое поведение продолжалось три дня, и всякий раз, когда она брала Акселя на прогулку, он останавливался у оврага и смотрел вниз. Он сидел и смотрел. Как-то вечером Ирена снова шла по обычному маршруту со своей собакой. Животное радостно бежало рядом со своей хозяйкой, пока они шли к мясной лавке. На этот раз Аксель лишь ненадолго остановился у канала. Когда они пришли в мясную лавку, Ирена с радостью купила Акселю его любимые сосиски. Однако, когда она открыла пакет, чтобы накормить его, собака сделала то, чего никогда раньше не делала. Аксель был послушной собакой и знал, как себя вести. Поэтому, когда он схватил пачку сосисок и убежал, Ирена удивилась и испустила крик ужаса. Так как на улице было немного людей, гнаться за ее быстрой собакой было сложно. Она начала преследовать его, и когда она, наконец, нашла его, то не могла поверить своим глазам. Аксель вернулся к тому же водостоку. Он сидел у оврага и все еще держал сосиски во рту. Он не стал их есть, а вместо этого начал выбрасывать сосиски в канализацию. Что случилось с этой собакой? Заинтересовавшись, чем вызвано необычное поведение ее собаки, Ирена тихо подошла к этому месту. Но даже с этой точки обзора она ничего не видела. После того, как ее собака вывалила всю колбасу в люк, женщина присела на корточки и внимательно посмотрела на люк. То, что она потом увидела, повергло ее в шок. Она не ожидала такого зрелища. Недолго думая, Ирена достала свой мобильный телефон и позвонила в пожарную часть. Примерно через 15 минут на место прибыли экстренные службы. Пожарные попросили Ирену описать им ситуацию и решили немедленно открыть овраг. Но была проблема. Рядом с оврагом стоял никто иной, как Аксель. Он угрожающе зарычал на пожарных, явно предупреждая их о себе отозвать. Помощники не знали, что делать. Наконец, с помощью Ирены им удалось успокоить животное и отодвинуть его на несколько футов от оврага, чтобы пожарные могли спокойно работать. Пожарные извлекли несколько инструментов для извлечения и быстро удалили металлические стержни, закрывающие ливневую канализацию. После того, как крышка водостока была снята, пожарные смогли внимательно осмотреть внутреннюю часть водостока. Тем временем вокруг места происшествия собралось несколько человек. Все они наблюдали за поведением собаки и недоумевали, почему. После нескольких минут тихого ожидания пожарные наконец раскрыли, на что Аксель смотрел и что защищал. Пожарный полез в канализацию и что-то вытащил. Оно было живым. Все подпрыгнули от шока, когда он рассказал, что это было. Крошечный котенок, не старше нескольких недель. Удивительно, но на этом история не закончилась. Пожарный спустился в канализацию еще четыре раза. Каждый раз, когда его рука поднималась, у него был маленький котенок того же размера и возраста, что и в первый раз. Все зрители были настолько потрясены, что задыхались каждый раз, когда пожарный поднимал руку. Ирена тоже удивилась. Она видела двух котят в канализации. Для нее было неожиданностью, что их было четверо. Бедные котята застряли во враге на три дня, пока их не обнаружил Аксель. Они были переохлаждены, истощены и очень слабы. Малышей отвезли прямо к ветеринару, который осмотрел животных. Затем их поместили в приют для животных. Как котята попали в это место, выяснить не удалось. Возможно, их смыло в канал во время сильного дождя. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Мы стараемся сделать много интересных видео для вас. Обратите, пожалуйста, внимание на следующее видео.